Сюжет сад Ирины Пыжиковой зимой. Я хочу продолжить эту тему. Очень долгое время я не задумывалась о внешнем виде растений и сада в целом в зимний период. Меня интересовало, насколько растение устойчиво к нашим бесконечным оттепелям, перепадам температур, холодным ветрам и так далее. О том, что сад в целом и растение в частности должно играть зимой, так же как весной, летом или осенью, мне даже в голову не приходило. Но переезд за город все поменял. Я поняла, что хочу любоваться садом не только летом, но и зимой. Сегодня мы поговорим о растениях, которые украсят ваш участок в зимний период. Первое, что приходит в голову, это хвойные. Недаром про них говорят зимой и летом одним цветом. Если не ошибаюсь, то самая популярная изгородь именно из вечно зеленых растений. Мы так сильно любим своих соседей, что стремимся от них закрыться раз и навсегда. Высаживаем туи, ели, сосны, все что угодно. Лишь бы не видеть их ни зимой, ни летом. Конечно, я преувеличиваю. Мне, например, с соседями повезло. И изгородь на моем участке несет больше декоративную функцию, чем защитную. Но немного отвлеклась, давайте вернемся к хвойным растениям. Роль хвойных в нашем климате переоценить сложно. Если бы не хвойные, то большую часть бесснежного периода мы лицезрели бы голую землю. Снег у нас в среднем сходит где-то в конце апреля. А вот первые листочки или росточки приходится ждать до середины мая. А если вспомнить семнадцатый год, то и до первых чисел июня. Три-четыре месяца и вот снова все без листьев. Осень скоротечна, а иногда зима вступает в свои права, минуя осенний период. И если бы не хвойные, то было бы совсем грустно и тоскливо. Но это ранней весной и поздней осенью, а зимой так ли хороши хвойные в зимний период? Не всегда. Хороша пихта или ель, выполняющая роль новогоднего дерева. Хороши туи, которые летом были частью композиции. А сейчас словно одинокие путники и желанные гости. То там, то здесь видны на нашем участке. То есть одиночные солитерные посадки. Достаточно крупных хвойных очень даже уместны. А вот если немного переборщить, то картинка изменится. И будет казаться, что нас окружают и наступают враги. Зимой изгородь из елей может восприниматься мрачновато. Из сосен слишком прозрачные. Ну, может, кто им таких претензий и нет. Хотя есть же сорта с ярко выраженной зимней окраской. И изгородь приобретает такой красноватый оттенок. Только не поймите меня неправильно. Я не говорю, что нужно отказаться от хвойных. Просто я призываю не зацикливаться только на них. И не думать, что зимой смотрятся лишь вечно зеленые. Так сильно любимые нами карликовые сорта вообще не видны из-под снега. Пройдитесь по садоводству или коттеджному поселку. И посмотрите вокруг. Вы с удивлением увидите, что изгородь из эргии или дерна также защищает участок от любопытных взоров, даже в безлиственном состоянии. А если она хорошо сформирована, то смотрится ничуть не хуже. И участок ощущается более светлым и воздушным, в отличие от мрачных тяжеловесных елей. Итак, о каких лиственных растениях я говорю. Для удобства предлагаю разделить растения на три группы. Первая группа – это необычная декоративная кора. Вторая – плоды, остающиеся на зиму. И третья – это фактурные растения, растения с эффектной кроной. Итак, растения с декоративным окрасом коры или необычной корой. Такие растения, как правило, непримечательны летом, когда листья закрывают все от нашего взора. А вот зимой мы можем полностью насладиться их красотой. Что же это за растения? Во-первых, это все виды дерена. У нас с вами зимует сибиряк, дерен белый, и дерен отпрысковый. А вот южане могут добавить в этот список еще кроваво-красный. Кора белого дерена зимой приобретает красный оттенок. Или есть очень интересный сорт кесселринг. У него кора фиолетового-баклажанового цвета, а у отпрыскового – желтого. В летний период я не очень люблю, когда на участке много крупных растений с красной или желтой листвой. Это немного утомляет. А вот зимой нехватка ярких красок ощущается. Вы можете делать монопосадки. К примеру, использовать только белый или наоборот только отпрысковый. Но мне нравится их комбинировать. Причем они великолепно смотрятся как в группах, так и изгородях, начиная от регулярных, заканчивая пейзажными. Именно в зимний период героиня нашего недавнего сюжета «Черная береза» также великолепно смотрится. Летом стволы редко привлекают наше внимание, а зимой буйная зелень нас не отвлекает, и мы замечаем все мелкие детали. Поэтому кучерявая кора этой березы никогда не останется незамеченной. Нельзя не сказать о черемахе Маака. О ней у нас на канале еще нет сюжета, но мы обязательно его подготовим. Очень хочется реабилитировать это растение. Выступить, так сказать, ее адвокатом. Почему-то садоводы считают черемахи рассадниками вредителей и болезней. Сразу представляется, что от этого растения будет ни отойти ни на шаг, и придется прыгать вокруг с опрыскивателем все лето. Поверьте, это не так. Слухи сильны, преувеличены. Зато обратите внимание на ее кору. Она имеет оттенки от золотисто-розового до темно-красного. Правда, растение очень крупное и не для каждого участка подойдет. Еще из крупных и эффектных деревьев это лишнепильчатая. Ее можно отнести к сакурам. И, наверное, она также заслуживает отдельного сюжета. От коры не только глаз не отвести, но и оторваться невозможно. Настолько она приятна на ощупь. Можно часами стоять у этого дерева. Правда, назвать ее абсолютно зимостойкой сложно. Морозостойка – да, но не зимостойка. В Ленинградской области последние несколько лет она стала выпадать. Очень интересно узнать, как она ведет себя в Московской области и других регионах. Еще одно из моих любимейших растений – это зеленокорый клен. Это житель Приморского края. Вы только посмотрите, какая у него кора. По зимостойкости я проблем с ним не замечала. Но, к сожалению, он очень редко поступает в продажу. Чаще можно встретить менее зимостойкий вид – это клен Давида. У нас, насколько мне известно, эксперименты с кленом Давида еще ни у кого не увенчались успехом. Также разнообразны по окраске различные виды ив. Здесь оттенки от желтого, оранжевого до темно-красного. Но об ивах мы поговорим подробнее немного позднее. Теперь, кора каких растений мне не нравится в зимний период. Этот список пока небольшой и состоит из двух видов. Первая – это спирея нипонская. Вторая – это дейция. У нипонской спиреи, прошу не путать с японской, кора черного угольного цвета. На фоне снега все время кажется, что кто-то воткнул в сугроб обожженные ветки. А у дейции кора напоминает побег, который погиб смертью храбрых еще года 2-3 назад. Но, оговорюсь, сразу это мое личное ощущение. Возможно, у кого-то эти растения вызывают совсем другие эмоции. Давайте перейдем к следующей группе. Поговорим о растениях с декоративными плодами. И начнем мы с декоративных яблонь. Наверное, все со мной согласятся, но нет ничего прекрасней, чем весеннее цветение яблонь, груш, вишен. Зрелище настолько прекрасное, что можно часами смотреть на цветущий плодовый сад. В этот момент хочется все деревья заменить на яблонь или вишни. Но мы вспоминаем конец лета и осень, время сбора урожая, и понимаем, что с таким количеством плодов нам просто не справиться. Владельцы участков с большим количеством яблонь меня поймут. Какой самый лучший подарок для садовода в этот период? Правильно, друзья, приехавшие к нам на машине с пустым багажником. Хоть какую-то часть яблок можно будет сбагрить. Вот здесь нам на помощь приходят декоративные яблоньки. Весной мы имеем такое же цветение, а то и покруче. Сортов с различной окраской бутонов и цветов сейчас очень много. А зимой мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, любуемся деревьями, усыпанными маленькими яблочками, совершенно разнообразной окраской. Желтыми, красными, иногда даже оранжевыми. А во-вторых, привлекаем птиц на участок. Эх, придется делать подробный обзор декоративных сортов. Ближе к весне я расскажу о самых интересных из них. Кроме яблони у нас с вами есть еще рябины. Знаете ли вы, что существует огромное количество рябин? И их яблочки, собранные в кисти, не всегда оранжевые. Они могут быть темно-красными, черными, белыми или даже розовыми. Но это что касается деревьев. Теперь с кустарниками. Ну, надо сказать, что с кустарниками все очень неплохо. Мы с вами все время забываем про шиповник. А он зимой особенно хорош. Особенно, если речь идет о морщинистой розе. Совсем выбросили из головы боярышник. Не берем во внимание аронию. Я не агитирую за снижий ягодник. Он многим воспринимается как сорняк канавный. Но не надо сбрасывать со счетов айву японскую. Она, конечно, плодоносит в основном на четырехлетних побегах. То есть плоды все время расположены внизу. Но до первого сугроба чем вам не украшение? А крупные виды или сорта барбариса? Я не ставлю себе задачу перечислить все виды и сорта растений, которые зимой не менее эффектны, чем летом. И, боже упаси, не рекомендую все эти растения тащить к себе на участок. Тогда участок будет похож на свалку. Я просто хочу, чтобы, когда вы пойдете гулять, то посмотрели по сторонам и увидели, что зима такое же потрясающее время года, как весна, лето или сказочная осень. Нужно просто грамотно расставить акценты. А мы плавно переходим к растениям с эффектной кроной. Из деревьев это, конечно, ивы. Они разнообразны по размерам, окраске коры и формам кроны. В этом с ними никто не сравнится. Если вы гуляете по заснеженному городу, парку или в своем садоводстве и вдруг остановились завороженные перед каким-то деревом, то, скорее всего, это кто-то язык. Нет ни одного дерева, которое бы настолько хорошо смотрелось в инии или снежных шапках. Но ивы это не единственное растение. К примеру, любая плакучая форма тоже эффектна в зимний период. Вспомните вязы, привитые березы, рябины плакучие. Даже ива козья зимой меня не раздражает. Кого я еще забыла? Конечно, пересклет и лещина обыкновенная конторта. Разве можно не сказать о них ни слова? Рассказываю о зимнем саде. С обычной лещиной вы, конечно, знакомы. У многих она есть либо на участке, либо за участком. Иногда вы даже успеваете полакомиться орешками. Но чаще первыми приходят белки. А вам остается одна-две штучки. Но конторту сажают не за орехи или относительно небольшой рост, а за ее извилистые стволы ветки. Только посмотрите, какая красавица! Однако с ней есть определенные проблемы. Если с видовой лещиной или ее краснолистными сортами проблем нет никаких, то конторта не всегда хорошо выходит из зимы. Но она настолько хороша, что попробовать стоит. И напоследок бересклет. Ну сколько вы знаете растений, у которых квадратные побеги? А одна-двухлетние побеги зеленые даже зимой? Вот так сразу, кроме бересклета, никого и не вспомнить. За счет специфического ветления и крылышек на ребрах побега именно в безлиственный период бересклет наиболее эффектно смотрится. Да, он хороший осенью, но на яркую осеннюю окраску много что влияет. А зимой он не имеет конкурентов. Я очень надеюсь, что вас не утомило. И вы нас от зимой посмотрите совсем другими глазами. А мы, в свою очередь, обещаем и дальше радовать вас интересными сюжетами. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!